Анимации, получившие премию «Ускар», были созданы с помощью Autodesk Maya. В сочетании с инструментами машинного обучения, интегрирующими рисованные графические элементы, чтобы оставаться верными, это исходный материал для графического романа. Отснятый материал в режиме реального времени используется для того, чтобы вдохновить на оригинальный выбор актерской игры и процесс анимации ключевых кадров. Как и во многих других кинематографических и художественных фильмах, аниматоры разыгрывали свои спектакли и пользовались камерой. Чтобы выбрать наилучшие актерские решения для анимации своих кадров, Нередко аниматоры разыгрывают свои спектакли, чтобы попытаться улучшить движение и получить одобрение режиссера анимации до того, как анимировать персонажей. Это помогает актерскому мастерству быть правдоподобным не только в выборе времени, но и в создании солидных спектаклей, о которых аниматор мог бы и не подумать, если бы не разыгрывал их вэ перед камерой. Комбинирование телодвижения из нескольких дублей также является обычным рабочим процессом, чтобы естественные жесты тела и выбор актерской игры не были общими и чувствовались как можно более естественно. Взаимодействие с реквизитом, декорациями и сложными кадрами, такими как разговор во время еды, будет иметь гораздо более реалистичное время и вес при анимации с помощью видеосылок. Для создания последовательности действий общего планирования кадра также использовалась двухмерная раскадровка. Это помогает аниматору спланировать ключевые позы и приблизить хронометраж. Обычно используется сочетание двух раскадровок D для планирования кадра и позы, а также ссылки на видео в реальном времени, чтобы создать реалистичные позы и улучшить актерскую игру каждого кадра. Некоторые аниматоры предпочитают грубо прорисовывать позы, чтобы визуально проверить хронометраж, прежде чем посвятить время созданию поз в трехмерном формате. Это личное предпочтение и компания Sony Imageworks использовала программу Autodesk Maya для анимации спидерверсы. Как вы можете видеть на некоторых из этих грубых игровых фрагментов, трехмерные объекты очень похожи на другие трехмерные объекты. Это наглядно демонстрирует, какое сильное влияние оказала линейная работа и замысловатые стилизованные фоны на финальную постановку. Внутри Maya многие снимки очень похожи на любой другой трехмерный полнометражный фильм. Но именно инструменты и техники этих удивительных художников вдохнули новую жизнь в стилизацию трехмерного изображения. Возможности производства анимационных полнометражных фильмов. Манхэттен представлял собой преувеличение масштаба света и яркости. Вот кадр, на котором Майлз прыгает со здания. В нем есть что-то проиллюстрированное, и все начинается с этих моделей, которые сами по себе выглядят сломанными. Все эти здания представляют собой фрагменты, которые не имеют смысла для Нью-Йорка, и к тому же они в некотором роде перекошены. Расстояние между зданиями составляло несколько миль. Да, у нас были здания, которые были, может быть, в 8-10 раз выше, чем они должны быть для Нью-Йорка на снимках. Они также странно составлены, так что когда ты видишь это с камеры, все это выглядит действительно круто. Если посмотреть сбоку и посмотреть на это через камеру наблюдения, то можно увидеть, что здание не только имеет очень странные пропорции, но и планировка действительно испорчена. Это действительно странно выглядит, как будто ты сломлен. Но с точки зрения камеры это удивительно мощный снимок. Если ты действительно внимательно присмотришься к автобусу, который пересекает сцену, то на самом деле это просто деконструированная картина. В этом автобусе сидят не более 40 персонажей. Мы также вводим в него поп-кадры, где все просто нарисовано от руки и очень просто, и это можно было бы по сути взять из простого комикса. Здесь у нас есть возможность создать новый визуальный язык. Линейная работа – это одна из тех задач, которые нам приходилось решать самыми разными способами. Просто удивительно, насколько одна маленькая линия, обозначающая бороздку или ямочку, может заставить вас совершенно по-другому воспринимать выражение лица. Линии формы описывают форму чего-то. Я думаю, что это похоже на нос. Команда по созданию эффектов проделала потрясающую вещь. Мы попросили дизайнера персонажей создать библиотеку рисунков. Это было то, для чего мы могли бы разработать правила. Вот так этот нос должен был бы выглядеть под таким углом наклона головы к камере. И мы создали целую кучу поз, которые определяли это, и команда по эффектам воссоздавала их в трехмерном пространстве с соблюдением правил наклона головы к камере. А затем позволяла программе машинного обучения попытаться угадать, куда пойдут эти рисунки. И человек исправлял это каждый раз, когда это было неправильно, и постепенно мы учим компьютер делать чертежи, которые кажутся нам излишними. Для того, чтобы имитация, такая как ткань, могла работать с частотой кадров анимации, были созданы инструменты, позволяющие ткани и эффектам соответствовать частоте кадров движений персонажа на экране. В промежутках между данными было необходимо устранить дрожание, когда совпадение кадров не совпадало с движениями персонажей. Это позволило анимировать кадры по желанию, по двое и по одному, не влияя на симуляцию. Были созданы простые системы частиц, состоящие как из традиционных нарисованных от руки спрайтов, так и из трехмерных стилизованных процедурных эффектов, которые выглядели нарисованными от руки. Эти эффекты были созданы в экранном пространстве, анимированном по двое, что усилило визуальный эффект. Силуэты персонажей были созданы для того, чтобы придать им большую угловатость и придать им вид графического романа. Глаза были сделаны неправильной формы, облики вокруг глаз были анимированы вручную, чтобы создать визуальный эффект капель краски. Инструменты и методы, использованные в концепт-арта, были непосредственно применены к трехмерному созданию окружающей среды. Инструменты были созданы таким образом, чтобы имитировать технику печати. Иногда узоры отвлекали внимание, поэтому были разработаны инструменты, позволяющие создать ощущение печати, которое затем может быть использовано художниками для создания бесшовной визуальной интеграции. Кроме того, были созданы шейдеры, которые позволяли превращать сложные фигуры в более простые формы. Например, снимок с фонариком не содержал ни одного персонажа. Если в кадре не было видно персонажей, они удалялись и не анимировались. Затем компьютерное зрение использовалось для создания мазков кисти в двух направлениях. Инструменты также использовались для создания контуров фоновых объектов. Это позволило каждому кадру выглядеть и ощущаться как произведение искусства, написанное вручную. Вот здесь ты видишь штриховку в тени и видишь разные тона экрана вот здесь, в этих полутонах. И опять же, чтобы вещи казались далекими, а другие вещи близкими, нам пришлось разработать другую технику смещения, чтобы справиться с глубиной изображения. Поле зрения, чтобы эти вещи были в большей степени не в фокусе внимания. Но на самом деле никакого размытия изображения с камеры не наблюдается. На самом деле это просто смещение, при котором мы взяли изображение в трехмерном пространстве, раздвинули его в стороны и повторили поверх самого себя. А затем, по мере того, как мы продвигаемся вперед, ты видишь множество одних и тех же техник, снова и снова используем их по-разному. Так вот эти источники света для создания блика на линзе, мы используем то же смещение, но по-другому, чтобы создать блик на линзе. А еще эти точки бенди используются для создания блика на верхней части пальто кинг-пина. Продолжение следует...